Динамо ТВ Коллектив из Курска расположился лишь на 13-й строчке, так что с точки зрения турнирного положения хозяева перед матчем выглядели фаворитом. К тому же в состав Динамо вернулся отбывший дисквалификацию Александр Каратаев, а также состоялось долгожданное возвращение Ивана Соловьева, пропустившего несколько матчей из-за травмы колена. Тем не менее, пустым лозарей Белоголубой, к сожалению, не остался. Кирилл Костин получил небольшое повреждение и не смог принять участие в игре с авангардом. В целом же состав Динамо выглядел следующим образом. Генералов в воротах, в защите Житников, Бабенков, Пасько и Бычков, в центре поля расположились Евгений Писегов, Максим Рогов и Олег Власов, по краям вышли Артем Кулишев и вернувшийся Александр Каратаев, а на острие атаки расположился Михаил Маркосов. Иван Соловьев пока остался в запасе. Гостью с первых же минут дали понять, что не собираются сдаваться без боя. Уже на третьей минуте прострел с левого фланга вызвал неразбериху в штрафной Динамо, но защитникам все же удалось выбить мяч. Куряне на этом не успокоились и на шестой минуте заработали штрафной, который поначалу не выглядел очень опасным. Бычков довольно грубо атаковал Альшина на самой кромке поля, за что получил от арбитра встречи предупреждение. К мячу подошел сам пострадавший и навесил штрафную. В борьбе на втором этаже никто из игроков до мяча не дотянулся, после чего тот отскочил от газона и курьезным образом влетел в сетку ворота дезориентированного генералова. 0-1 и белоголубые уже не первый раз в этом сезоне в дебюте встречи оказываются в роли догоняющих. Динамо бросилось отыгрываться и едва не преуспело в этом практически сразу, но Власов и Каратаев после классного перехвата откровенно перемудрили чужой штрафной и пробить Олегу не дали набежавшие защитники. Спустя несколько минут динамовцы создали еще один острейший эпизод у ворот соперника, когда Власов в шикарной передаче из центрального круга выводил Рогова один на один с Саутиным, но голкипер гостей безупречно вышел из ворот и опасность ликвидировал. Впрочем, это спасение обошлось авангарду довольно дорого. Саутин в этом эпизоде получил повреждения и смог доиграть только до конца первого тайма. Сейчас пока предварительный диагноз сотрясения головного мозга. После возобновления игры хозяева не оставляли попыток сравнять счет в матче. Один из наиболее острых моментов создал Михаил Маркосов, который обокрал защитника и мог выскакивать на очередное для Динамо рандеву с Саутиным, но замешкался и упустил момент для удара, а попытку обострить на Рогова пресекли защитники авангарда. Куряне в ответ на атаки едва не наказали хозяев за неиспользованный момент, когда Апаев, сместившись с левого края в штрафную, мощно пробил по воротам Генералова, но сотряс перекладину. Динамо пыталась что-то создать в атаке, но реальные угрозы воротам авангарда эти попытки в себе не несли, а вот гости после предупредительного выстрела в каркас снова разразились боевым. После подачи с левого края Пасько выбил мяч из штрафной, но на подборе первым оказался Коробов, который, сыграв стенку с Апаевым, зрячий пробил в дальний угол практически без шансов для Генералова. 0-2. При двукратном преимуществе гостей за итоговый результат стало еще тревожнее. Это понимал Александр Точилин, отправивший разминаться сразу троих игроков группы атаки, включая и восстановившегося Соловьева. Забегая вперед, скажем, что Иван, как и Павел Кириенко с Максимом Барсовым, появились на поле сразу после перерыва. Что же до первой половины игры, то гости, судя по всему, рассчитывали сохранить двукратный перерыв до перерыва, а у Белоголубых за оставшиеся 10 минут не вышло даже пробить створ ворот Саутина. 0-2 по итогам первой половины встречи. Как уже говорилось ранее, в перерыве Точилин заменил всю группу атаки в лице Кулишева, Каратаева и Маркосова. Из троих вышедших на замену игроков самым активным был Соловьев, что главный тренер «Динамо» также отметил, подводя итоги встречи. Ну, к сожалению, в первом тайме у нас не получилась именно игра впереди, два фланга, к сожалению, не попали в игру, что у Каратаева не получалось практически ничего, что и у Артема Кулишева. Поэтому здесь сама по себе эти замены, они читались для того, чтобы все-таки здесь обострить, и все-таки его выход как раз, он был активен и мог стать, наверное, героем этой встречи. Но, к сожалению, не получилось. Динамовцы начали второй тайм активнее, но едва за это не поплатились. Спустя пять минут после возобновления поединка все тот же Альшин бил в дальний угол, но Генералов перевел мяч на угловой. Впрочем, это был едва ли не единственный голевой момент у ворот хозяев за весь второй тайм. В то время, как перестановки в стане «Динамо» начали приносить плоды, и Кириенко с Соловьевым постоянными перемещениями с фланга на фланг изрядно потрепали нервы обороне противника. Первый стопроцентный момент возник на 66-й минуте, когда Рогов с левого фланга прострелил штрафную, где мяч нашел Барсова. Тот развернулся и, обыграв защитника, выложил мяч Соловьеву буквально на блюдечке, но тот с линии вратарской зарядил выше цели. А за 10 минут до конца игры хозяевам удалось создать еще один момент. Кириенко, вводя мяч из-за боковой, бросил его аж до середины штрафной, где тот, ударившись в руку защитнику гостей, отскочил прямо в ноги Соловьеву. Иван мощно пробил, но, к сожалению, угодил точно вратаря гостей. Я хочу, во-первых, оживиться перед партнерами за то, что не забил два момента, которые у меня были. Они не могли сделать его. Впрочем, буквально тут же гости завалили Барсова на границе своей штрафной, и «Динамо» получило право на очень опасный стандарт. К мячу подошел Евгений Писегов. Пробил на исполнение, попал в перекладину, но на добивании первым оказался Кириенко, открывший счет своим головам в футболке с буквой «Д» на груди. 1-2, и 7 минут оставалось у хозяев для того, чтобы спасти этот матч. И ведь была у них такая возможность. Соловьев прорвался по центру и хлестко пробил по воротам, но голкипер справился и с этим выстрелом Ивана, и намертво забрал мяч. Финальный же штурм, к сожалению, больше ни к чему не привел, и счет до конца встречи так и не изменился. 1-2, и «Динамо» терпит первое поражение в Санкт-Петербурге после почти двухлетней беспроигрышной серии в родных стенах. Свой следующий матч наша команда также проведет дома, на малой спортивной арене стадиона «Петровский», 16 сентября против Тюмени. Начало игры в 18 часов. Билеты можно приобрести уже сегодня на нашем официальном сайте и группе ВКонтакте, ссылки на которые есть в описании. Также подписывайтесь на наши новости в Инстаграм и Твиттер, и узнавайте все о петербургском «Динамо» из первых уст. А наш обзор на этом подошел к концу, с вами его смотрел Никита Васильев. Пока!